Всем привет! Меня зовут Мирас Фравиль. Мы продолжаем с вами разбор партии Великих Шахматистов, партии Шедевры. Сегодня с вами рассмотрим партию Великого Русского Шахматиста Михаила Чигорина. В этой партии он играет черными, против него играет Виктор Кнорре. Е4, Е5, Кони В3, Кони В6, Слон С4. Михаил Чигорин выбирает ход Слон С5, тем самым на доске образуется у нас итальянская партия. Здесь со стороны Белок есть несколько конкретных продолжений. Ход С3, Д3, есть также возможность пойти сразу Д4. Виктор Кнорр выбирает короткую рокировку. Достаточно логичный ход, завершил развитие и обезопасил своего короля. Кони В6, создаем давление на пешку Е4, Д3. И здесь, ну, многие шахматисты бы сыграли спокойненько короткую рокировку, получилась бы такая относительно зеркальная позиция, но Михаил Чигорина пока что не определяет своего короля, держит его в центре, делает ход Д6. И смотрит, что же будет делать его соперник. Кнорр выводит своего слона на G5, создавая связку. Теперь конь не двигается, потому что потеряется ферзь. Сразу же спрашивается, зачем пришел господин Слон, нападаем на него. И здесь у Белов есть несколько вариантов. Ну, самый простой вариант, конечно, поменять своего слона на коня, когда ферзь войдет в игру. Отступить слоном на поле Е3, поскольку после разменов у Белов образуется достаточно мощный пешечный центр, плюс открытая линия Ф. В партии последовал ход Слон H4. Белый старается растянуть немножечко вот эту вот связочку, еще держит коня под напряжением. Но здесь наступает такой вот интересный момент, что король черных еще не определился. Если бы он сделал короткую рокировку, то ход, который сделал Михаил Чегорин, был бы невозможен. Но здесь пешка G5 летит вперед, никаких угроз королю пока не видно. Напали на слона. Ну, типичные бывают тогда жертвы фигуры ради этих двух пешек, чтобы была атака на эту связку. Но после хода Ладья G8 никаких атак нет, Ладья всегда может поддержать конец поля G6, плюс открывается линия G и уже черный переходит в атаку. Поэтому в партии белые отступили слоном на G3, и здесь Чегорин не останавливается и двигает дальше свою пешку H. Тем самым создавая конкретную идею пойти H4 и поймать вражеского слона. Но при этом, когда пешка пошла вперед, потерялась контроль над пешкой G5. Белый ее съедает, компит G5. H4. Не останавливаемся ни перед чем, идем по своей цели. Все, слон пойман, но оказывается у белых тоже есть контр-игра. Конь и слон вышли в атаку, пешка F7 провисает. Конь F7, тем самым нанося двойной удар по ферзю и Ладья. Конечно, кажется, нужно спасать своего ферзя. Выглядит все это очень грозно, но Михаил Чегорин жертвует своего ферзя ради сильнейшей атаки. Забирает слона HG. Виктор Кноре принимает жертву ферзя. Казалось, что все. Кто может здесь вообще атаковать белого короля? Есть Ладья, есть Конь, может слон. Фигур не хватает. Поэтому Михаил Чегорин добавляет еще одну фигуру, тем самым нападая на ферзя. Если бы в этот момент белые попробовали вернуть своего ферзя назад, отдать материал ферзь без G4, то тогда у черных появился бы сначала промежуточный ход G, F, Ш. Так, если Ладья съест, то мы съедаем ферзя и теряется здесь Ладья. Тут и Конь находится под ударом. В общем, у черных будет, конечно же, перевес материал. Если же на ход последует король H1, тоже забираем ферзя на G4. Грозит мат Ладьей на H2. В общем, угроз очень много. А на ход H3 мы можем спокойненько съесть коня, потому что пешка H неподвижна из-за связки. Но в партии Кнора решил сохранить своего ферзя, сходил ферзем на поле D2, на что получил ход Конь D4. Угроза конкретная. Хотим где-то пойти Конь Е2 со всеми этими матовыми угрозами с выигрышем ферзя и получением большого материального перевеса. Виктор Кнора решил закрыть поле Е2, сделав ход Конь C3. Но неожиданно Конь прыгает с другой стороны. Конь F3 шаг. Что теперь делает Белый? Если король пойдет на поле H1, то получится, конечно же, мат с поле H2. А если забрать, то после хода слон Лев3, оказывается, что защиты от мата уже нет. Грозит симпатичный мат пешкой GH. Если же пешка съест, то тогда открывается линия H, где Ладья залетает вперед. А как еще? Как еще можно здесь попробовать защититься? Если же, допустим, у нас Ладья попробует освободить дорогу королю. Напомню, да, что пешка F не может двигаться из-за связки. Если же Ладья отойдет, то мы опять же пешкой спокойненько берем и следующим ходом ставим ферзя, и это будет мат. Вот такая великая партия. Буквально в 14 ходов Михаил Чегорин обыграл Виктора Кноры. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.